Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем с мужем более 12 лет, детей не от детей не хочется, не хотел. Брак неудачный, сейчас возник такой вопрос, он собирается с новознакомыми людьми, сама один знакомый. Скажите, куда собирается, непонятно. Скажите, что можно сделать с ним, только развод это какое у него уважение, вы представляете, я с нашим сплю, готовлю берега, а он на юг не хочет выделять денег на меня. То есть на юг он собирается. Либо говорит, пускай мама твоя плачет, либо дома сидит, пускай 10, он 10, я отдам на юг. Да, он собирается, но за меня платить не хочет, это вообще. Спрашивает Марина, что можно с ним сделать. А как вы себе представляете вот эту историю, что вы берете и что-то с человеком делаете? Ну то есть мне на ум приходит сразу некая такая, может быть, какая-то идея, идея насилия сразу, то есть идея принуждения какого-то. Вот, ну то есть человек не хочет, человек не хочет брать вас на юг, человек не хочет платить за вас. Можно, в принципе, наверное, по-разному к этому относиться, но, как мне кажется, факт остается фактом, что если человек не хочет, значит, таково его видение, значит, так он чувствует, значит, так он видит, значит, так он ощущает, что за вас, значит, не хочет. Кроме того, я не думаю, что его поведение, я не думаю, что такое его, ну, условно говоря, проявление является чем-то новым. То есть если вы с ним жили 12 лет, то вы наверняка знаете о том, что он, например, на такое способен. Вы наверняка знаете, что он вот такой человек, который, ну вот так, значит, может поступить, потому что я не думаю, что проявление подобной, ну, так скажем, позиции, да, они возникли впервые, вот в этой ситуации. Я думаю, я думаю, честно говоря, что, скорее всего, проявления его были и раньше, ну, вы как-то вот, может быть, игнорировали этот момент, может быть, вы как-то предпочитали от этого, ну, знаете, абстрагироваться, может быть, вы надеялись, что что-то поменяется и так далее. Вообще, то, что вы описываете, довольно сильно похоже на какой-то, вы знаете, односторонний брак по расчету. Да, давайте я немножко, наверное, может быть, поясню, что я имею в виду, да, чтобы было понятно. Что такое односторонний брак по расчету? А, односторонний брак по расчету, это когда один партнер, делая что-то для другого партнера, думает, что в ответ на его какие-то вот такие действия, да, будет предоставлено что-то. При этом, ну, как бы, вот, например, вы исходите из, допустим, определенной договоренности, но эта договоренность не является двухсторонней, то есть договоренность существует, как бы, ну, к сожалению, только у вас в сознании и все. Это большая проблема, потому что получается, что вы как будто бы с человеком находитесь в отношениях 12 лет, не потому что вам, например, с ним, допустим, хорошо, не потому что вам, например, с ним комфортно, не потому что вы, у вас есть к нему чувства и вам хочется делать его счастливым, вот. То есть такой мотивации, мотивации готовить для него, спать, с ним убрать, мне вот эти все действия как будто бы продиктованы не тем, что вы хотите делать человека счастливым, а эти действия продиктованы тем, что вы чего-то от него ждете, то есть как будто бы вы выходили замуж не по любви, как будто бы вы выходили замуж не ориентируясь на то, как взаимодействуют ваши личности, как взаимодействуете вы с человеком. Вот это, на мой взгляд, является основным моментом. То есть вам для себя нужно сначала, как мне кажется, определиться с тем, я нахожусь в тех отношениях, которых я хочу, я нахожусь в тех отношениях, которые меня, условно говоря, устраивают, я нахожусь в тех отношениях, которые соответствуют моим, например, допустим, моим ценностям, моим представлениям о, там, к примеру, не знаю, допустим, семейной жизни, да, и так далее. Вот. Вам нужно сначала определиться с этим, для чего я с этим человеком нахожусь вообще в отношениях. Вот. И дальше уже из этого исходить. Дело в том, что вряд ли мужчина готов так вот сразу меняться, меняться и пересматривать какую-то свою позицию. Скорее всего, нет. Скорее всего, человек пересматривать свою позицию не готов и не будет. И это нормально, потому что люди меняются довольно редко, медленно, и только если они этого сами хотят. И на это уходит время. Ну вот. Понимаете, да, какая штука? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь история больше про то, что, на мой взгляд, здесь история больше про то, что вы как будто бы, ну, собой жертвуете ни много, ни мало. Вот про что здесь история, как мне видится. То есть, здесь история про то, что вы как будто бы, ну, приносите себя вот в жертву человеку, да, на что-то надеясь, вот. Ну, допустим, ну, чего-то ожидая, вот. Ну, ну, как бы, на что-то рассчитывая, вот. А в итоге ничего не получается. В итоге ситуация складывается совсем иначе, не так, как вы этого хотели бы. И вот, на мой взгляд, в этом и заключается основная беда. В этом, на мой взгляд, и заключается основная, что называется, проблематика. Вот. Что вы в отношениях субъективно. То есть, что такое субъективно, что значит субъективно, да? Ну, вот, субъективно, это означает, что именно вот, ну, в контексте вашей стороны. То есть, вы со своей стороны в отношениях находитесь, будучи в позиции жертвы. Что вот, я для него столько всего делаю, а он вот, значит, негодяй и, значит, ну, не хочет там за меня платить. Вот. Я повторюсь. Мы здесь и сейчас не оцениваем его поступок. Мы не оцениваем его действия. Мы не смотрим на то, как он поступает с точки зрения, там, допустим, морали и так далее. Потому что ценности у всех свои. Это важно понимать. Важно понимать, что ценности у людей свои. Вот. Важно понимать, что ценности могут быть совершенно разными. И вы сейчас продолжаете, к сожалению, продолжаете демонстрировать вот эту, так скажем, позицию, да? А позицию зависимости. Вот. Вы сейчас продолжаете демонстрировать эту позицию. Вы сейчас продолжаете демонстрировать то, что, по сути, без своего мужа, да? То есть, вот, ну, без его, там, условно говоря, какого-то решения, без его какого-то одобрения, без его какой-то обратной связи, вы, по сути, не можете ничего сделать. Успойка целиком зависит, ну, как будто бы целиком и полностью зависит от него. Вот. Вы как будто бы вся вот в нем растворились, вы как будто бы целиком посвятили свою жизнь ему, и все. И когда он, в смысле, ваш муж, ну, вот, в какой-то степени, получается, начинает думать о себе, да? То есть, расставляет границы. Вы это воспринимаете болезненно. Потому что у вас этих границ нет. Вы эти границы не расставляете. Вы, наоборот, в этом смысле, в человеке только растворяетесь, и все. И вот это, на мой взгляд, является, довольно, ну, довольно, такой, я бы сказал, серьезной проблемой. Вот. Потому что, потому что вы себя продаете. Таким образом. Потому что вы демонстрируете человеку, что без него вы никто. Что все, что вы делаете, вы делаете ради него. А, как бы, о себе вспоминаете. Только в контексте, ну, знаете, некой такой, я бы сказал, компенсации, что ли. Вот. Поэтому, как-то, финализируя, то, что я сказал, можно, наверное, предположить, что есть некоторая проблематика у вас самооценки. Есть некая проблематика у вас личных границ. Есть некая проблематика вашей, ну, условно говоря, наполненности смыслом жизни. То есть, вот, насколько ваша жизнь, да, наполнена вашим собственным личным смыслом, и насколько вы, вообще-то, можете для себя, например, жить в своей парадигме, в парадигме, вот, не в парадигме другого человека, не в парадигме действий другого человека, а именно в своей, в своей парадигме. Насколько вы можете, насколько вы, вот, ну, условно говоря, способны к этому, вот. Потому что, если как-то вот к этому вы не способны, да, если у вас имеют место, ну, имеют место быть с этим какие-то проблемы, если вы испытываете, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ себе корректироваться это первое на что вам нужно обращать свое внимание не на то чтобы менять человека не на то чтобы ну вот как как вы говорите допустим что-то с ним делать да а именно менять свою модель поведения и соответственно как бы опять же этот самый вопрос здесь возникает а зачем это все для чего это все зачем я с этим человеком вот а допустим допустим ну допустим сама детей я хочу вот не просто же не просто же так вы наверное вы наверное ну вот заговорили про детей да не просто так вы все это делаете то есть здесь по сути вы как-то вот отрицаете свой выбор вы отрицаете свою активность понимаете конечно конечно вы можете обвинять своего ну своего мужа да конечно вы можете это делать и я не думаю что вот это ну кто-то способен вам запретить вот вопрос только заключается наверное в том куда вас это приведет вот пока на мой взгляд вас это приводит только лишь вот к негативу к весьма я бы сказал существенному негативу вот и вопрос заключается в том хотите ли вы чтобы этот негатив продолжать продолжать вашей вашей ну вашей жизни присутствовать вот и все на мой взгляд именно такая так скажем парадигма на муж взгляд именно такая история здесь имеет место быть вот потому что вашего мужа вашего супруга не поменять он такой как он есть нравится вам это или нет хотите вы этого или нет но он такой как он есть понимаете он может вам не нравится да это абсолютно нормально если он вам не нравится он может вас не устраивать в каких-то моментах да это абсолютно нормально что он вас не устраивает но вопрос заключается в том что я с этим делал что я делаю с тем что меня к примеру что это не устраивает понимаете вот на эти вещи как мне как мне кажется на эти вещи вам нужно себе ответить обратить на это внимание решение и решить что вы хотите с этим делать потому что решение за вас не примет никто вот как то так я думаю можно вам ответить ответить как то так я думаю ну какой то такой можно дать ответ да то есть я более чем понимаю что ну что вероятнее всего это не то что вы хотели бы услышать да вероятнее всего, это не то, что вам нужно сейчас, вероятнее всего, вы бы хотели, как я думаю, да, вы бы хотели, ну, чего-то другого, и это, в принципе, в целом нормально. На мой взгляд. Но, тем не менее, ситуация заключается именно в этом. Ситуация заключается именно в той парадигме, которую я писал, и соответственно вам решать, как дальше с этим обращаться. Вот. Понимаете? Поэтому, я думаю, что, безусловно, вы травмированы. Вот. Я думаю, что безусловно, безусловно, вне всякого сомнения, вы травмированы. Травмированы тем, что происходит. Ну, вот сейчас в вашей жизни. У вас множество чувств. Вам тяжело, вам больно, вам больно. Вот. Я, я думаю, думаю, что тот путь, который вы выбрали для себя, путь, ну, путь, путь решения проблемы, вот так, как вы его, ну, видите. Вот. Я думаю, что этот путь, он ведет в никуда. Вот. Почнее, только лишь к ссорам, к обидам и, самое главное, ну, вот, к какому-то вашему несчастью. Вот. Попробуйте задать себе вопрос, который, который мог бы звучать примерно так. Так. Чего я хотела бы сама? Нет, мужа, нет, вот, кого-то, да? Чего бы я хотела сама? Вот. Что мне хочется со мной? Вот. Попробуйте себе на этот вопрос ответить. Было бы здорово, если бы вы на него ответили. Чего я хочу сама? Что мне самой нужно. Что мне самой нравится, что мне самой, ну, хочется. Вот. И так далее. Я думаю, так. Я думаю, так было бы для вас идеально. Ну, по крайней мере, вы бы здесь начали чувствовать некую свою же, свою собственную, может быть, силу. Вот. Вы могли бы, по крайней мере, здесь чувствовать свои, ну, свои собственные ресурсы. Вот. И таким образом, возможно, смогли бы взять ситуацию под свой контроль. Я думаю, так. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь пригодится. Всего самого доброго. Всего самого доброго. Таalnyainku ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Сyear Продолжение следует...